здравствуйте дорогие друзья меня зовут ирина и вы на моем канале запасные крылья на моем канале я рассказываю о том как я похудела на 94 килограмма укрепила мое здоровье улучшила внешность а также обо всем что меня интересует ставьте лайки и нажимайте на колокольчик подписывайтесь чтобы жители нашего чудесного добросердечного города стало 300 тысяч сегодня дорогие друзья я снимаю мою еду мой диетический день на 1600 килокалорий в завтрак у меня было обычно это май геркулесовый каша с бананом изюмом зерненым творогом и да дорогие друзья вы справедливо заметили что я забываю сказать про воду в мою кашу я обычно наливаю 250 300 миллилитров воды да забываю правда сказать сейчас вспомнила сказала вчера я прочитала рецепт который мне очень понравился от моей зрительницы а он назывался так куриные котлеты с квашеной капустой и так он меня задел за живое что я решила сразу с утра сходить в магазин и купить свежую куриную грудку но чтобы сделать из нее фарш и кислую капусту у меня не было квашеной капусты дома как же мой покойный муж квасил капусту он всегда это делал сам у него была такая огромная пластиковая бочка на 40 литров и он всегда делал сам и туда еще прокладывал антоновские яблоки он всегда все делал на глаз его капуста была восхитительная но вы знаете этот феномен когда у каждого человека есть какой-то фирменный рецепт вот у него капуста была фирменным рецептом и все его спрашивали ну как вот и так делаешь она такая кисло-сладкая хрустящая у него были секреты во первых он клал много моркови у него капуста была розовая морковь давала вот эту необходимую сладость для баланса то есть она не была кислая она была кисло-сладкой такой ядреной а во-вторых у него конечно был секрет он никогда сильно капусту не мял он всегда говорил что нельзя ее жамкать сильно чтобы вся вода вышла весь сок и тогда она получается как тряпочки такие вялые а он говорил что сок должен оставаться внутри капусты он аккуратно ее так мел и пользовался всегда грубой грубой крупной такой серой солью все делал на глаз вот вы понимаете не было у него рецептов поэтому повторить это невозможно но капуста у него была восхитительная а у меня капусты сейчас не оказалось и поэтому я пошла в пятерочку в пятерочке я встретила мою знакомую мы когда-то вместе занимались в спортивном центре стрейчингом помните я вам рассказывала когда я кидалась в похудение как в омут с головой то есть это были мои ошибки ошибки когда я записывалась одновременно на йогу на пилатес на стрейчинг и я активно занималась то есть я каждый день ходил спортивный центр так смешно конечно сейчас вспоминать все это и хватало меня естественно ненадолго я тут же растягивала жутко все мышцы ну и все вытекающие последствия она тоже худела как и я и сейчас я встретил в магазине я покупала сметану 20 процентной жирности она обезжиренный творог помните я вам рассказывала что я в те времена тоже была на низко жировой диете тоже покупала все все обезжиренное со всего срезала жир то есть у меня была мания отовсюду жир удалять выискивать и удалять его и я покупаю 20 процентную сметану я теперь всегда покупаю 20 процентную сметану а она обезжиренный творог и у нас естественно завязался разговор на эту тему и она меня спрашивает ты что больше не худеешь я говорю как же так я как раз сейчас на активном похудении она как же эту сметану 20 процентной жирности покупаешь она по-прежнему считает продукты с жиром очень вредными опасными потому что они калорийны потому что животный жир гораздо вреднее растительного потому что животный жир повышает холестерин и способствует сердечно-сосудистым заболеваниям я с ней спорить не стала потому что спорить в таких случаях бесполезно ведь когда человек уверен в чем-то его переубедить невозможно и я не стала переубеждать я просто вспомнила себя в те времена меня невозможно было тогда бы переубедить вот я представляю когда я срезала весь жир маниакально а кто-то бы подошел и сказал не срезай это полезно я бы конечно не поверила этот путь каждый человек должен сам пройти ну вот путь ошибок и новых знаний и в те времена конечно взгляд был только такой ну когда мы с ней занимались вот этим вот стрейчингом что жир вреден и . теперь же маятник качнулся в обратную сторону даже если жировые диеты где жир составляет 50 70 процентов рациона но я как вы знаете противник перекосов и всякого там фанатизма я считаю что жиры абсолютно все растительные животные необходимы нашему организму из жиров состоят клеточные мембраны и если в клетке будет недостаток жиров а то это в мембрана не сможет полноценно выполнять свою защитную функцию например к тому же супер полезные жиры омега-3 омега-6 они участвуют во многих процессах в организме и в том числе в выработке гормонов и я тогда испытала в полной мере на себе как портится кожа при недостатке жиров у меня кожа стала сухая шелушилась вид был такой какой-то болезненный ненормальный вид когда жира не хватает потому что не хватает эластичности и конечно тоже неверно что животные жиры вреднее растительных в животных жирах огромное количество витаминов огромное количество жирных кислот необходимых организму сливочное масло вообще очень полезно ему можно считать лечебным продуктом я много очень читала про гусиный жир что он даже способствует регенерации ткани но вы знаете дорогие друзья у меня нет гусиного жира я пока даже не знаю где его найти может быть где-то на рынке поискать и потом его вытопить ну сделать такой вот топленый жир я пока не знаю но я бы хотела кстати гусиного жира купить я еще очень много читала про барсучий жир насколько он целебен и у меня кстати есть какие-то мази с барсучим жиром жиры входят состав всех нервных клеток включая кстати клетки головного мозга и поэтому отсутствие жира может навредить даже умственным способностям а теперь дорогие друзья давайте вернемся к моему обеду сделанному по рецепту моей зрительницы правда у меня котлеты не из куриной грудки а из индейки потому что так удачно получилось я пришла в пятерочку а там как раз была акция и скидка на индейку естественно я купила индейку я вообще индейку но вы видите редко покупай потому что в два раза дороже а тут случилась такая хорошая оказия я сначала скажу что у меня на тарелке а потом раз прочитаю рецепт у меня на тарелке две котлеты большие такие котлетища вы знаете что у меня тарелочки большие две котлеты 250 грамм это 280 килокалорий 100 грамм свежего огурца 30 килокалорий 20 грамм хлеба 50 30 грамм сметаны 60 килокалорий соус барбекю на 20 килокалорий и немножко маринованного лука на 10 то есть калорийность обеда у меня моя обычная привычная 450 килокалорий а вот дорогие друзья как все это выглядит вблизи как аппетитно да как это обсыпка мне нравится смотрите какая она прям такими действительно кусочками брусочками такими и приятно делать правда панировку из белка то есть в этом есть смысл какой то что я ем белок с белком они с углеводами а маринованный лук смотрите как маринованный имбирь такое красивое пятно я замариновал красный лук котлетки какие аппетитные такие получились толстенькие сметанка таким жирным слоем мне очень нравится этот соус барбекю тоже он мне нравится кусочек хлеба но кстати калорийность обычная совершенно у меня обычно калорийность обеда 440 450 вот в этом диапазоне так оно и вышло как давно я все-таки не ела котлет сейчас пообедаю с удовольствием калорий я вам скажу почему мне так понравился рецепт моей зрительницы кто из нас не любит котлеты вот скажите мы выросли мое поколение мы же выросли на котлетах и на диете я редко так ем котлеты то есть очень редко и поэтому мне так захотелось а я очень люблю квашеную капусту и вот это сочетание это простота приготовления мне очень приглянулись и как я делала я старалась соблюсти пропорции данной зрительницы но немножечко были отклонения у меня 600 грамм индейки сырой это 540 потом я взяла 410 грамм а это суммарный вес кислая капуста репчатый лук и 2 чесночных дольки такие жирные это 123 килокалорий 2 яйца 160 килокалорий и 2 столовые ложки муки это 30 грамм это 105 килокалорий индейку я на мясорубке прокрутила все это смешала перемешала а обвалка котлет этих видите какая у меня панировка это белковая панировка это называется текстурированная соя помните я давно еще покупала я как-то делала и вот этой обвалки у меня 60 грамм 234 килокалорий она калорийная вот это соя калорийность котлет у меня получилось 112 килокалорий на 100 грамм чтобы не повышать калорийность я не стала разумеется их жарить а я взяла противень постелила пекарскую бумагу выложила вот эти большие такие котлетищи и запекла в духовке получилось идеально они такие сочные они такие вкусные я забыла сказать я добавляла в фарш перец но солить не стала солить не нужно потому что капуста кислая она достаточно соленая я кусочек отломила попробовала котлеты получились сочные очень вкусные и быстро готовящиеся спасибо мои зрительницы за отличный рецепт я очень рада что на моем канале мы обмениваемся полезными советами полезными рецептами это очень разнообразит мой рацион и вообще я еще советских времен люблю всевозможные полезные советы ну вот дорогие друзья сейчас я поем посмотрите как мне 7 прекрасный обед просто царский обед и мы с вами прощаемся до моего полдника и друзья мой сегодняшний полдник полдник у меня сегодня творожный это 90 грамм творога 5 процентного 95 килокалорий 90 грамм клубничного творожка данон 93 килокалорий и такой вот видите коричневый это такой специальный шоколадный крикер эти крикеры они предназначены для украшения десертов их можно крошить ну то есть они специально для этих целей сделано это 24 килокалорий и того сегодняшний полдник у меня такой сытный 202 килокалорий обратите внимание он белковый вот вы знаете чем еще хороша моя система у меня нет жесткой привязки каким-то продуктом ведь все диеты они вообще-то очень категоричны а я могу выбирать сама вот в прошлой жизни но это правда давно было там 20-30 лет назад когда я выбирала какую-то диету на определенную и я тогда не могла отступить помните вот в диетах было расписано от и до что я должна съесть в определенный день на обед рыбу а в другой день например только куриную грудку а потом что-то еще и так это было строго расписано что нельзя было отступать если кто-то не худел то как правило говорили а вы ели в четверг вечером рыбу на ужин например а человек горло и нет у меня не было рыбы я заменила ее там на курицу а и мы говорили ну конечно а не надо было нельзя теперь же все совсем по-другому у меня с тех пор когда у меня появилась свобода действий у меня во первых ушло беспокойство и стресс потому что я раньше очень переживала помните я вам рассказывала я начинала паниковать когда у меня вдруг пропадал какой-то но продукт необходимый для диеты а сейчас у меня все взаимозаменяемое вот абсолютно все и мне стало жить конечно гораздо легче вот сегодня например у меня организм сам выбрал белок видимо ему для чего-то это надо может не хватает для стройки я очень часто ем творог вот в такой конфигурации то есть я в миску кладу сначала обычный творог такой простой 5 процентный потом я кладу немного зерненого творога солоноватого а сверху я его заполировываю уже творогом клубничный данон вот как-то я его больше всего люблю и у меня получается прям творожный сладкий десерт торт это так вкусно вот эти три слоя то есть обычный творог солоноватый и сладкий это потрясающий вкус я обожаю эту конфигурацию иногда особенно вот летом я сверху еще кладу свежие ягоды например какую-нибудь клубнику или малину или чернику или голубик ну что такое ой как это вкусно как это красиво это необыкновенно иногда по настроению я могу допустим кусочек банана ну треть где-то четверть отрезать тонкими кружочками порезать и тоже так вот вставить как у меня сейчас крекер шоколадный вставлен и сегодня про этот вариант вспомнила мне сразу так захотелось и я сделала из двух творожков потому что я утром доела зерненый творог последний утром когда ходила отвлеклась на разговоры со знакомой и забыла купить зерненый творог я хочу обратить ваше внимание дорогие друзья что сегодня поскольку я ем много белка я не буду в 6 часов вечера пить мой протеиновый коктейль я не пью его на постоянной основе просто так это как бы на скорее белковой скорой помощи каждый день это только для спортсменов которые активно наращивают мышцы им очень нужен лишний белок и поэтому у меня сегодня будет довольно плотный ужин в 5 часов вечера и в этом нет ничего страшного потому что он прекрасно переварится до того момента как я пойду спать а ложусь я к сожалению сейчас поздновато я сейчас стараюсь вернуть мой нормальный режим сна и поэтому каждый день я пытаюсь хотя бы там на 5 на 10 минут заснуть раньше чем накануне ну вот дорогие друзья сейчас я с огромным удовольствием съем мою творожную смесь а вот этот крекер даст мне недостающий хруст а чай у меня сегодня опять молочный улум посмотрите какая красота за моим виртуальным окном смотрите елки как колышется камин у меня плед призывно лежит на диване я буду пить чай любоваться природой и мы с вами прощаемся до моего ужина дорогие друзья мой сегодняшний зеленый ужин и тарелку зеленая специально взяла сегодня у меня ужин по калорийнее потому что у меня не будет больше приемов еды и этот прием еды последний как называется мой ужин очень длинное название яичница с кабачками зеленым горошком плюс салат из курицы с сельдереем так вот это называется что у меня здесь 60 грамм замороженного зеленого горошка и 40 грамм кабачков 85 килокалорий сразу хочу сказать дорогие друзья что вот эти кабачки порезанные достаточно крупными кусочками кубиками такими ну примерно 2 на 2 сантиметра отлично переносят заморозку я следующем году обязательно много сделаю но тут есть конечно секрет их надо готовить но буквально одну минуту 2 и тогда они остаются такие тверденькие они такие вкусные как будто свежие ну конечно не совсем уж прям свежие но у них вкус очень хорошо сохраняется я раньше никогда так не делала потому что я была уверена что они будут такие знаете как слизистые мягкие но нет оказалось что очень удачно замораживать и обязательно сделаю 50 грамм яйцо я вам уже говорил у меня в этот раз такие мелкие яйца 80 килокалорий 9 грамм сливочного масла в 67 килокалорий вы знаете дорогие друзья бытует такое мнение что на диете сливочное масло нельзя нужно постное масло хотя по логике наоборот постное масло но гораздо калорийнее чем сливочное и мне нравится иногда вместо 5 грамм масла подсолнечного по 900 килокалорий класть допустим 8 грамм сливочного сверху знаете так на горячие когда кладешь на горячие овощи например на цветную капусту там какую-нибудь кладешь сверху вот этот кусок масла добрый кусок масла и он так начинает медленно подтаивать 9 грамм масла 67 килокалорий и здесь вот пальцем покажу у меня 150 грамм салата это 129 килокалорий как я его делала очень просто в этот салат всем известен он мне очень нравится и мне моя зрительница еще дала один вариант этого салата нужно в него добавить консервированные ананасы просто я последние ананасы недавно использовал у меня в данный момент их просто нет а то бы я обязательно положила я следующий раз обязательно с ананасами сделаю 120 грамм сельдерея 24 килокалорий 120 грамм яблок 54 120 грамм отварной куриной грудки 168 34 грамма сметаны 54 килокалорий и 7 грамм майонеза 43 килокалорий и того вот этот салат он получился по 86 килокалорий на 100 грамм это очень низкая калорийность вкуса много калорийность низкая и питательная ценность высокая здесь же курица иногда людей придерживающихся правильного питания передергивает от слова майонез на самом деле ничего страшного в этом нет потому что майонез это такая как пугалка майонез опасен только калорийностью потому что ничего вредным в нем нет это яйца горчица подсолнечное масло то есть ничего такого там нет запрещенного и вредного и можно класть майонез для усиления вкуса потому что просто со сметаны это получается пресно тут все дело в калорийности главное чтобы майонеза было мало в моем случае это 7 грамм 7 грамм это нормально это всего 43 килокалорий но это придает сразу вот такой пикантный вкус и у меня на тарелке вот этого салата 150 грамм то есть 129 килокалорий и кусочек хлеба 20 грамм 50 килокалорий калорийность ужина у меня получилось 411 килокалорий а обычно у меня калорийность ужина бывает где-то 330 320 минут в таком диапазоне но сегодня вот эту калорийность мои лишние 200 килокалорий на которых я теперь худею комфортно и медленно 1600 килокалорий я раскидала на полдник и на ужин посмотрите как это выглядит вблизи красиво все вот дорогие друзья посмотрите на мою зеленую тарелку я специальные еду зеленую сделано кроме лука лук тоже кстати белый это он порозовел потому что я его в маринаде мариновала который от красного лука остался но жалко было выбрасывать и я сделала прям него положила лук аж парила его немножко и положила в маринад от всю тарелку у меня был замысел сделать зеленую вот это горошек с кабачками это яблоко сельдерей с курицей это лук и это яйцо кусок хлеба и тарелку я тоже взяла зеленую чтобы не нарушать эту гармонию все зеленое все красивое все вкусное но и порция конечно сегодня хорошее сейчас дорогие друзья за последние лет 15 а я настолько привыкла есть много овощей вот раньше я конечно овощи тоже ела но в супе там допустим или огурец но большей частью вот я вспоминаю ту еду лет 20-25 назад мой обед мог быть например такой обед или ужин котлеты с картошкой гуляш с рисом но что-то вот такое а роль овощей мог играть или крошечный огуречек или допустим что-то посыпанное сверху какая-то зелень то есть я гораздо меньше овощей ела а сейчас у меня овощи доминируют вернее не так сейчас я вам уже рассказывала я придерживаюсь правила тарелки и вот здесь кстати это тоже ярко выражено то есть если мы вот эту еду все разложим на кучки то так и получится половину тарелки у меня всегда теперь занимает овощи ну вот дорогие друзья я сейчас все это посчитаю все запишу какая картинка у меня сегодня правда красивая такая необычная картинка очень умиротворяющая на мой взгляд и свет такой призрачный а в конце как всегда моя любимая аффирмация с каждым днем моя жизнь чудесным образом становится лучше и лучше во всех направлениях пока